День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Алла Есина. Здравствуйте. Ну что ж, настало время понять, что лето это все-таки пора здоровья. Лето это пора экспериментов с витаминами. И лето это пора есть то, что нельзя есть зимой, потому что очень дорого. Поговорим о фруктах и овощах, но не в смысле предыдущей темы отравлений, а в смысле здоровья. Как всегда, в это время у нас традиционная рубрика в режиме стройности. Наталья Хадеева, диетолог, присоединилась к нам. Наталья, здравствуйте. Добрый день. За что вот я люблю, когда вы приходите? Я понимаю, что есть хочется, но понимаю, что не так уж оно и нужно. Почему вы так считаете, что не нужно? Нужно обязательно. Потому что вот ваша точка зрения очень часто совпадает с точкой зрения моего тренера, который говорит, чтобы долго и здорово жить, нужно каждый день есть невкусные вещи. Я не согласна с вашим тренером. Кушать нужно, наоборот, вкусно и полезно. И что можете порекомендовать летом особенно? То, что нужно кушать вкусно и полезно. Летом? Ну, смотря для чего. Если вы говорите, что вы ходите на тренировки и с тренером обсуждаете вопросы питания, то, наверное, вам, кроме овощей и фруктов, надо порекомендовать все-таки и каши, и какие-то белки в виде мяса или рыбы. Потому что просто на тренировке от овощей, ну не знаю, сможете ли вы там быстро набрать мышечную массу. Сомневаюсь, в общем-то. Во-первых. Во-вторых, еще нужно спросить у вас, к чему вы привыкли и что вы вообще, в принципе, любите есть. И если вы говорите о том, что нужно кушать невкусные вещи, то надолго ли вас хватит? День, два, неделя? И что потом будет? Я невкусные вещи, если честно, ем непосредственно в день тренировки. Это до самой тренировки и после самой тренировки. То есть из невкусных вещей это каши, извините, на воде. Вот. А потом, собственно говоря, витаминные комплексы и, извините, протеины. Извиняю, это действительно очень невкусно. Я бы, наверное, пересмотрела ваш рацион и пообщалась с вашим тренером, порекомендовав немножко разнообразить питание. Ну, опустим этот факт. Давайте лучше поговорим о том, что летом действительно овощи и фрукты у нас в широком ассортименте. И на прошлой передаче мы говорили про овощи, насколько они полезны и насколько в них много витаминов и минералов. То есть то же самое можно сказать и о витаминах и минералах во фруктах и ягодах. Единственное, сразу сноска о том, что многие люди, которые берегут свой вес, почему-то считают, что фрукты и ягоды есть вредно и от них поправляются. Ну, я знаю, мне когда-то говорили, что, собственно, на голодный желудок ни в коем случае нельзя есть фрукты, потому что она очень сильно поднимает сахар в крови. Есть достаточно масса противопоказаний у фруктов и на голодный желудок в том числе, но это говорит о том только, что у вас какие-то особенности организма. И если вы, например, утром выпили фреш, то действительно он поднимает сахар в крови очень резко, потому что там нет уже никакой клетчатки, то есть она осталась вся в жмыхе. И чистый сок делает резкий скачок. Для того, чтобы не было никаких проблем, вам достаточно через некоторое время после сока просто позавтракать. Той же кашей, например, или белковым продуктом, ну, любой, что вы там завтракаете, я не знаю. Поэтому, кроме того, что скачок сахара в крови еще могут быть другие противопоказания, точнее, последствия, у некоторых людей слишком поднимается кислотность, и это тоже их повергает в шок, и это даже до болевых синдромов. От любого фреша, независимо от того, какая фрукта используется? Нет, на самом деле это происходит не у каждого человека, не от каждого фрукта. Это все очень индивидуально, потому что непереносимость у некоторых есть на самые простейшие фрукты. А некоторые люди вполне пьют фреши натощак, даже свекольный, который очень агрессивный, и его после него может сразу быть язвенное обострение, к примеру, и ничего с ними не происходит. То есть это зависит от организма очень сильно. Какие фрукты вы посоветуете есть летом для того, чтобы держать себя в форме? Возможно, какие-то из них способствуют, я не знаю, ускорению метаболизма? Фрукты, в принципе, способствуют ускорению метаболизма, любые фрукты. И нельзя сказать, что определенные фрукты вы должны есть, а определенные нет. Если вы сейчас летом посмотрите на разнообразие, то, наверное, выберите именно те фрукты, которые вам приятно кушать. И единственное условие – это, наверное, не больше полукилограмма, если вы знаете, что у вас есть какая-то предрасположенность к полноте, и вы знаете, что после тех же соков или большого количества сладких фруктов у вас будет какой-то небольшой набор веса. Но, опять же, это не обязательно, нужно преследовать просто некоторые, скажем так, примечания, и вы вполне сможете справиться с любой проблемой. О чем я говорю? Нужно понимать четко, какие фрукты для вас именно под запретом. А как это понять? Самый простейший… Я ездил немых. Ну, правильно. Фруктов, на самом деле, очень много других прекрасно утоляющих. Мне кажется, вообще нужно в этом смысле очень часто слушать свой организм. Со временем человек начинает есть нетипичные для него вещи или, наоборот, исключать из своего рациона что-либо. Ну, допустим, вот мне два года может вообще не заходить черная смородина, а потом – бац, организм бросит. Ну, почему бы и нет? Правильно. На самом деле, это очень правильное решение, потому что организм достаточно часто сигнализирует о том, каких витаминов не хватает, и он сам указывает на те фрукты, овощи, ну, или там, злаковые, бобовые, где есть эти витамины для того, чтобы их восполнить. Поэтому, если вы действительно придерживаетесь определенных стандартов, то можно исключить какие-то слишком сладкие фрукты в большом количестве. Какие, например? Ну, очень многие говорят о том, что после бананов они полнеют. Ну, крайне редко, я уже ставила эксперименты даже на некоторых клиентах, пыталась им доказать, что если ты съел один банан в перерыве между обедом, там, например, да, и ужином в полдник, то никакого вреда он не принесет. Естественно, что если человек после сытного обеда или ужина съедает какой-то десерт с бананом, ну, там, в шоколаде, в сливках, неважно в чем, да. Это же проблема не в банане. Да, проблема уже не в банане. То есть, да, банан начинает там затормаживать процесс пищеварения, накапливаются токсины, собирается жидкость, человек на следующий день однозначно будет отекать. Это будет говорить о том, что ставший на весы, он увидит, что, ну, даже плюс полкилограмма, он поймет, ой, я от бананов поправляюсь. Ну, это же, как бы, я объясняю людям, что это на самом деле… Проблема не в банане. Да, проблема совершенно не в банане. Проблема в банане, когда начинаю их есть с шашлыком, да, не могу остановиться. Сто процентов. Поэтому, да. Как быть с фруктовыми диетами? Вот очень распространенное выражение «я сижу на яблоках» и цитрусовые диеты. Цитрусовые диеты, ну, скажем так, можно, наверное, позволить, но не больше одного-двух дней, потому что все-таки в любом случае цитрусы повышают кислотность. Даже если у человека она, скажем так, средняя, не повышенная, не пониженная, то может на какой-нибудь нервной почве даже спровоцировать нехорошие последствия. И, как бы, я вообще не вижу смысла сидеть на фруктах, потому что они на самом деле, при том, что они содержат там фруктозу и сахарозу, они не могут настолько полноценно утолять голод, как другие продукты. Поэтому я бы рекомендовала лучше фрукты сочетать с чем-то, для того, чтобы человеку проще было эти разгрузочные дни проводить. Ну, или диеты, к примеру, да. Но именно сидеть на диете несколько недель на фруктовой, это, наверное, очень сложно, и это издевательство над теми, хотя бы, кто привык, например, к мясным продуктам, к плотным обедам, ужинам, завтракам, я не знаю, там, к большому количеству хлеба, макарон, картошки и чего-то еще. Шоколадные батончики и алкоголь. Шоколадные батончики и алкоголь, да. И тут человек переходит на фруктовую диету. Понятно, что какое-то время организм там будет в шоке, и, вероятно, он пару килограмм потеряет, но последствия могут быть необратимые, скажем так. И скачки веса, и срывы в плане, скажем так, желудка и кишечника. Да и нервные тоже, кстати. А нервные вообще стопроцентные, да, в первый же день. Поэтому нужно всегда с умом подходить к любой диете. И фруктовая, ну, наверное, я не спорю, что фрукты настолько полезны, что можно разгружаться целый день, но нужно делать это все-таки осторожно. Какими фруктами лучше разгружаться? Опять-таки из стереотипов ананас, который вот просто имеет свойство, что можно нормально, плотно пообедать, поужинать, съесть кусочек ананаса и все, ты сразу похудел. Что касается ананаса, тут опять же некий миф о том, что ананас расщепляет жиры. На самом деле он не расщепляет жиры. Я уже рассказывала о том, что там содержится бармелайн. Он просто ускоряет процесс расщепления белка. Но, в принципе, если человек ест ананас, то никакого вреда не будет. Единственное, что после еды действительно фрукты вообще, в принципе, не стоит применять, потому что... А как же десерты, простите, фруктовые, например? Стандартные расщелы обязательно. Да, фруктовая тарелка обязательно. Ну, конечно, как же без этого? Ну, если сравнивать фруктовую тарелку, например, и тарелку с пирожными, то лучше, конечно, съешьте фрукты. Но, смотрите, вот вы съели, к примеру, тот же шашлык с лавашом, с салатом, с бутербродами какими-то, да? И после этого у вас фруктовый салат, как десерт идет. Сколько по времени будет перевариваться съеденный вами шашлык со всеми прилагающимися к нему? Ну, какое-то время, может, часа два. Ну, какое-то... Ну, два – это идеальный вариант, это если вы съели один кусочек. А так, в принципе, ну, часов пять для полноценного переваривания. Фрукты же перевариваются, ну, до получаса. То есть фрукт ложится сверху на всю эту еду и лежит, ждет в своей очереди. Естественно, что в желудке он начнет под воздействием всего, что там находится, гнить, окисляться, там, бродить и гулять и все остальное. То есть на самом деле я бы, как бы, не посоветовала вам даже и фрукты есть, не то что пирожные. Но вам дыхнее, пожалуйста. Поэтому если у вас... Дыхание, пахнет гнилыми фруктами. Если у вас есть такое острое желание поесть фруктов после еды, то я тогда бы порекомендовала, конечно, делать это хотя бы спустя какое-то время. И чтобы это были, ну, хотя бы не сладкие фрукты. Ну, в данном случае это идеальным вариантом будет, например, киви. Он сочетается лучше всего из фруктов и ягод со всеми продуктами. И в некотором роде даже помогает пищеварению. Поэтому если у вас не сильно плотный обед был, то выпить тот же фреш из киви через какое-то время вполне допустимо. Если вы уже говорите о соках, например, фрешах после еды, то тут, опять же, если сравнивать с обычным пакетированным соком, то, наверное, все-таки выпить... Вы говорите, что это не совсем сок? Пакетированный, это, я думаю, что вообще не сок. Вы совершенно правы. Это, да, это концентрат разведенной водой. Это восстановленный сок. Украшенный, да, и подкрашенный, улучшенный. То есть в данной ситуации, естественно, лучше выпить какой-то фреш, потому что там хотя бы нет химии. Слушай, ну, у меня знакомый был в Южной Америке, где там какие-то плантации, я не помню, то ли цитрус, то ли что-то еще. И вот там действительно он был на предприятии, на фабрике, на заводе, я не знаю, что это, на которые производят вот эти концентраты для вот в восстановленных соках. Ну, то есть невыгодно ввести сок, да, или там фрукты. Это дорого и невозможно. Поэтому там их перемешивают, делают пюре, выпаривают лишнюю какую-то влагу. Оставляют концентрат, да. Да-да-да. Потом продают. То есть, значит, никакой химии там действительно нет. А потом вот есть инструкция к каждому соку, как восстанавливать. Вода очищенная и что-то там, я не помню, ну, вот ерунда какая-то. Ну, вы оптимист, я смотрю, очень большой. Вот он мне рассказывал, какая есть инструкция. Да, но вы думаете, что из Южной Америки нам везут эти концентраты, то есть покупают, вы думаете, что они копейки стоят, их привозят, тут разводят действительно хорошей водой, и туда ничего не добавляют. То есть это чистый, сухой концентрат. Если вода выпахает, то он не доживет до потребителя. Почему? Если его разбавляют просто обычной дистиллированной водой, которая мертвая, уже без минералов и каких-то полезных веществ. И просто туда добавляют пищевые и вкусовые добавки. Ну, достаточно там каких-то нескольких грамм на огромное количество литров. То, наверное, есть смысл пользоваться такими продуктами. То есть вы хотите сказать, что эти соки покупать нельзя, правильно? Я не советую. Наталья, какие основные, давайте подведем небольшой итог, основные фрукты, которые вы советуете употреблять каждый день, и в каком количестве, и в какое время суток? В любом случае фрукты я рекомендую применять. Либо до еды, либо в перерывах между. То есть стараться их применять отдельно. Но если возможности таковой нет, то утром до завтрака можно за 5-10 минут съесть какие-то фрукты, для того, чтобы все витамины хорошо усвоились у вас. И для того, чтобы вы получили заряд бодрости даже. Потому что практически во всех фруктах и ягодах есть витамин С, который стимулирует иммунную систему и все процессы в организме, в том числе и метаболизм. Поэтому очень полезно было бы утром до завтрака применять какие-то фрукты. В отношении того, какие именно, все-таки я настаиваю на том, чтобы каждый человек сам это делал. Выборг, за ним пусть остается, потому что, как вы уже сказали, яблоки вы ненавидите. Вот я бы вам порекомендовала утром съесть яблоко натощак, да? Да не мой вариант. А Алла, почему? Если ты кого-то ненавидишь, то его сажать готово. Я больше скажу, я кроме вишни вообще и цитрусовых, никакие другие фрукты не ем и ягоды. Ну, это не страшно на самом деле, потому что в любых фруктах есть достаточно большое количество витаминов. И если вы их в свежем виде применяете, просто ешьте их в перерыве между едой. И будет вам польза максимально. И будет вам счастье. И будет вам счастье, точно. Спасибо, Наталья. Наталья Хадеева, диетолог, как всегда, была нашим гостем. Говорили о том, как сохранить свою фигуру и поправить здоровье с помощью правильного питания. Прервемся на несколько минут. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова